Биохутор Петровский, который выращивает продукты зерновые, кроме того, он получает органическое яйцо куриное, и все это, самое главное, очень выгодно. Но выгода приходит не сразу. Я думаю, что Алексей Иванович Щепетьев сейчас скажет об этапах, может быть, кто, если пойдет по этому пути, на что обратить внимание поучительные моменты. 10 лет, уже 11, наверное, занимается хозяйство этим бизнесом вот в этом направлении, в органическом. Это будущее для России очень интересное и для экспорта, и для всех остальных вещей. Добрый день, товарищи. Ну, уже представили, рассказали. Да, действительно, мы с 10-го года начали заниматься производством органической продукции. Ну, все это шло поэтапно, все это шло своим, как говорится, чередом. И чтобы ко всему этому было прийти, то есть к готовой продукции, к финишу, который станет на полку в магазине, прошло уже довольно-таки много лет. В том числе мы занимаемся бобовыми, потому что в органическом производстве реально, что нет удобрений, нет ничего, поэтому бобовая нас подтягивает. И у нас довольно-таки объем бобовых доходит до 35-40%. Значит, из бобовых мы остановились тоже на горохе на зеленом, на кондитерском, французский сорт, матраса, матрас, значит, на чечевице остановились тоже красной, черной, зеленой. Ну, это основная культура, которой мы бобовым занимаемся. Не наша, а чечевица, кстати, у него. Он исправится. Пока. Да. Значит, здесь в плане чечевицы мы плотно дружим и сотрудничаем с любого Дмитрия Найдова уже, и плодотворно, поэтому у нас с ней все в порядке, мы движемся все своими путями. То есть на благо нашей Родины, благо здоровья нации. Вот. Чем удобен горох зеленый, его можно, это я просто уже рассказываю, не только в плане органического производства, но и в целом. Его можно продать будет как на зеленый горох, заключил с любым консервным заводом, да, и то, что не успеваем убирать, можно продать его уже как готовый продукт, как просто горох. Суть его в том, что он внутри зеленый, и когда его колешь, потом еще полируешь, тогда он-то реально красивый, и продажи идут нормально. То же самое касается чечевицы. Чечевица, да, культура интересная, больших урожаев от него ждать не приходится. Как здесь сказали, эта урожайность, она реально такая и есть от одного, десяти ценнеров, ну, до двадцати ценнеров, в зависимости от года, от осадков и так далее. Но, как всему сказанному, по чечевице мы еще применяем, подсеваем ее овсом для поддержания, потому что в любом случае она имеет склонность к полеганию, а все, что полегает, это уже потеря урожая. Поэтому мы подсеваем, и еще мы подсеваем его овсом. В симбиозе очень неплохо получается, получаем крупный овес, довольно-таки легче убирать. Что касается красной чечевицы, здесь самое главное, красной чечевицы не прозевать, надо ее убирать раньше, еще даже вводит того, что пока еще зеленый боб сверху. Поэтому мы убираем сваленными жатками, свальной жаткой одной у нас, Рассельмашевская ПЦУшка, работает очень неплохо. Есть возможность делать валки как с 9 метров, так и с 18 метров, потому что при данной урожайности экономия довольно-таки существенная. С зеленой проще, с черной тоже проще. Выравниваем, выравнивание почвы обязательно, потому что вобовая, понятно, мелкая семянка практически, это не горох, не инут. Поэтому со всем можно работать, все можно добиться хороших результатов. Ну и все, что касается возделывания. Да, мы не работаем с утоплениями, мы не работаем с гербицидами, мы не работаем с подкормками, мы работаем только с бактериями, с гербами работаем. Ну и в основном это механические обработки. Контроль вредителей осуществляем с помощью феромонов, ловушки ставим. То есть все здесь предельно просто, и все это существует. Но я вам скажу так, что не всегда так было. Буквально 5-7 лет назад были большие сложности с препаратами, со средствами производства. То есть особо-то и взять негде было. Это последние 5-7 лет, наверное, может чуть больше, более-менее стало. А так шло не очень-то совсем хорошо. Ну, сейчас гораздо лучше и проще. Вот, поэтому, и когда столкнулись со всем этим, продавать надо, продавали его как рядовую продукцию сначала, затем мы уже перешли на собственную переработку, упаковку, фасовку, отдел продаж возник. И сейчас мы нашу продукцию доводим до логического конца. Вот здесь она представлена. Здесь только бобовая, так в целом у нас больше станут наименования продукцией. торгуют по всей стране. Ну и самое главное, конечно, это хранение и контроль хранения. Потому что все, что есть в поле из родителя, оно, естественно, присутствует и в амбаре. Поэтому, ну а здесь тоже подводных камней, которые нужно, с ними приходится бороться, деваться некуда. Мы, допустим, фасовка, которая идет в пакеты вот здесь, в этих пачках. Они у нас пасуются все среди азота. Вот. Все, что находится у нас там, идет на дальнейшую переработку по сетновым, мы пропускаем через микронизатор. Это у нас идет тепловая обработка, кроме тех семян, которые идут на проращивание. Но есть методы. Есть еще такая компания Шмельцев немецкая, которая, ну, подсказала нам, что надо бороться не уже с готовым, эмага, который вылетает, а надо на стадии их развития бороться. И есть методики, есть определенные условия. Мы с ними встречались. Они подсказали, в каком направлении идти. Ну, наверное, будет немножко дороговато, но, во всяком случае, это того стоит, чтобы побороться с родителями, с амбарными. Это, в общем, довольно-таки серьезный вопрос. Сами понимаете, когда открываешь пачку, а там что-то вылупилось или вылетело, или еще что-то, понятно, что потребитель, кто-то это воспринимает нормально, кто-то ненормально. По одной простой причине, потому что, если человек уже купил, скажем, заведомо понимает, что это био, то нужно быть, наверное, в какой-то степени готовым, что там что-то может вылететь. Поэтому кто-то понимает, кто-то не понимает. Поэтому разные ситуации возникают, но мы с этими ситуациями стараемся бороться. Вот. Ну, вот основная такая позиция наша, с которой мы работаем. Что касается родителей на том же Гороке, на той же Чечевице, значит, мы подсеваем в массивы горчицу, для того, чтобы та же тля, остальные вредители шли на более вкусные, скажем так, вещи. И вот в этом году, допустим, по Гороку, то, что подсевали мы белые горчицы, ну, практически они ее всю уничтожили, Горок остался нетронутый. Ну, и так по многим культурам также мы подсеваем для размножения для того, что нам нужно. Мы подсеваем так же Горок, подсеваем по целью. В общем, есть определенные культуры, которые помогают нам вращивать родительскую продукцию. Ну, вот. Как бы все. Алексей Иванович, спасибо. Пожалуйста, Алексей Петрович, громко скажите, микрофон. Много у вас земли, как вы выживаете. И, скажите, пожалуйста, на чечевицу можно посеять горчицу, подсеть, как вы говорите, плю брать. Сколько земли, а я бы задал даже вопрос, сколько вообще земли и сколько, и какая часть под органическим производством. значит, хочу что сказать по поводу чечевицы, да, здесь у нас тоже для пищи вначале, но благодаря тому, что мы ушли от применения химии, значит, вы же понимаете, что там, где химия, там стерильная болезнь, там ничего нет. Вот. Поэтому здесь у нас присутствует, особенно весной, если кто-то не верит, можете как только на поводу стоить, приехать, посмотреть, особенно в районе лесополос, значит, тысячи позже коровок этих, которые уничтожают всю эту плю, и поверьте, их очень много. Я сам никогда с этим не сталкан, но когда вы увидели, когда сеянка проезжает, там, где есть опавшие листья прошло в один, там невозможно это просто считать. Поэтому здесь идет, как бы, естественный пор, и оно все здесь выживает. Сложнее, конечно, с нутом. Тут ситуация такая, что туши свет называется, седает все. Поэтому с нутом не очень. Потому что биологическая средозащита по вредителям по нуту слабо работает. Био-пассива 400 гектаров. А всего? Да, всего, 400 гектаров здесь. Эта площадь увеличивается у вас, Алексей? Мы добавили сейчас 160 гектаров еще в конверсии. Будем смотреть. под органической. под органической. Да. Что вас подвигло заниматься биопродукцией? Органической. Органической. Ну, биохотер органической продукции. Значит, все мы здесь в общем-то одинаковые сельхозники. Все мы понимаем. Наша задача вырастить, потом все это нам рубль дали, 10 забрали. Вы же сами понимаете все это. Вот. И потом начинается что? Надо вывезти, правильно? Потом что? Куда это денежно надо потратить? А нам не дают потратить на то, что нам надо. В первую очередь с технику, обновления и так далее. Нам сразу забирают куда? На солярку, на удобрение, на средства защиты и так далее. Это как кто это? Да, мы все заработали, а ты кто? А я сельхозник, а ты успеешь, ты давай работай. Поэтому здесь, когда мы производим продукцию органическую и мы ее всю перерабатываем, один раз в воду убрал, и она у меня лежит. Мы ее целенаправленно перерабатываем весь год. Вот она самбара, она приехала на переработку, вышла готовая продукция, мы ее поставили на полку, мы ее продали. Все. Ну ты же говори, три раза дороже. Ну кто на что учился. Вот, поэтому мы еще хлеб печем, у нас еще птица есть, группы, поколей у нас. Так. Спасибо. Есть вопросы к Алексею Ивановичу? Вот интересный вопрос, я его всегда задаю, может быть, для этой аудитории, Алексей Иванович, ответьте. Вот органический гектар и интенсивный гектар, прибыль с гектара, самый ключевой вопрос, конечно, не рентабельность, рентабельность слабее показатель, а вот прибыль с гектара. Если интенсивный гектар у вас есть, большая часть это 1600 под интенсивным, а 400 под органическим. Органический гектар насколько больше дает прибыль. Ну, здесь тоже так прямо не скажешь, потому что есть разные культуры, которые мы выращиваем, разная финишная продукция. Если, допустим, взять то, что мы ведем разговор по чечевице, по гороху мы ведем, но есть другие культуры, которые идут, допустим, на хлеб, на выпечку хлеба, на кровление птицы, потому что при производстве крупа, колея, соответственно, есть отходы. Поэтому все это идет переработку. Мы его гранулируем, составляем соответствующий рацион и кормим птицу. Но если взять, допустим, что взять, ну, скажем, ту же полку, спельт, рожь, основные базовые культуры, которые идут на производство хлеба, то здесь, если переходить на гектар, скажем так, то здесь это получается до через хлеб, 160 тысяч гектар. Прибыль? Нет, реализация. А прибыль с гектара? Нет, сейчас выкладки делать нет. Вот, поэтому я вам говорю, да даже если взять пусть 20 тысяч затрат, все равно нормально. смотреть надо, просто любой продукт нужно доводить через какие-то виды готовой продукции до логического конца, потому что у трейдеров свой логический конец, он либо в Эмиратах, либо в Египте, да, вот, у нас на полках в стране, потому что на сегодняшний день, вот как бы тут мне говорили про экстр, да, на сегодняшний день заниматься всем тем, чем мы занимаемся, в России выгоднее, чем-то границей. Это мое видео. Да. Да, пожалуйста, любым. Не ложи трубку, чтобы все слышали, не ложи микрофон. Будешь выращивать донскую красноземную чечевицу? Ну, если меня эта чечевица удивит, то буду. Должна удивиться, но надо попробовать, наверное. Надо попробовать. Давайте попробуем. Да. Вопрос есть, да? Пожалуйста, только механически. Значит, сразу скажу так, если запускаешь, уже там ничего не сделаешь. Во-первых, только всходы пошли, сразу заходят туда у нас били, ротационные пороны, и они там работают через два на третий день. Вот, работают они все по навигации, чтобы перекрытие было, потому что, вы же сами понимаете, не увидишь, где там прокатилась эта ворона, где не прокатилась. Поэтому здесь только так. Работают две вороны вполне достаточно, они в день накрывают порядка вдвоем в одну смену до 500 гектаров, поэтому это несложно. Вот. но подготовка к почву ведется вся с осени. То есть, весной мы в ВАУ никуда не деваем, мы только возможность зайти в поле, мы сразу заходим, уже почва готовая, все. Ну и вот и по примерам, вы сами понимаете, что у нас развитие всей органики пошло где-то с начала, с конца 70-х, начало 80-х до Германии. Значит, я был неоднократно на различных там мероприятиях, вот, и мы были на одной из день поля органического был в Германии, вот, и мы посмотрели, там без сидератов вообще ничего не вращивается. Вот в этом году мы заложили порядка 20-ти гектаров сидератов, мы хотим попробовать, но у нас наша беда это не Германия, где там 800-мм осадка, наша беда в том, что у нас их 350-450, вот так в лучшем случае. Поэтому под яровые еще как-то можно что-то придумать, да? Вот мы посеяли в этом году смесь не получается отдельно на каждую культуру сеять. Мы посеяли в зиму рож, посеяли вику мохнатую и посеяли рапс. Но раз все это, по-моему, ничего там не получилось, а эти две культуры нормально себя чувствуют сейчас. Поэтому мы хотим теперь с весны все это заделать в землю, обработать соответствующими препаратами биологическими и вот в эту массу все потом посеять различные культуры зерновых, ранних полосовых, зерновобовых и все, что у нас есть. Посмотрим, кто, как себя будет чувствовать вот в этом деле. Было бы интересно, конечно, посеять и озимые культуры, но я боюсь, что у нас в июле ничего не посеют, чтобы оно зашло и выросло хотя бы до 20-30 сантиметров. Друзья, если нет вопроса, а есть еще вопрос? Пожалуйста. Какая-нибудь культура, допустим, зимая пшеница по традиционной технологии, по органической технологии урожает для сравнения? Значит, по пшеницам. Значит, пшеницы мы простые, традиционные наши не выращиваем в органике, потому что они не выдерживают вредителей, с ними бесполезно там чем-то бороться, поэтому мы выращиваем полбу из пельта. Полба – это яровая культура, а спельта – зимая, поэтому они пленчатые, их практически вредители, ничего их не берет вообще. Она растет себе и попробует еще потом ее отшелушить, чтобы получить готовое кондиционное зерно. Просто для сравнения чечевица. Другую культуру, да? Урожайность на поле а у вас органическая поле? Ну, на обычном поле у нас урожайность от 5 до 6,5 тонн в гектаре идет в среднем. А по этим культурам, если брать чечевицы и то пшеницы, то, что мы выращиваем в органике, среднее где-то 24 центнера. В два раза меньше. Чечевицу со всем же насажаете. Да, а в самой по чечевице еще тонн уберем практически. Вот 100 гектар у нас чечевицы еще плюс 100 тонн овса мы получаем. И еще у нас овес чистом посеве есть. Овес, чечевица в принципе разделяется. Но немножко мы, конечно, и Любовь Дмитриев не привозим. но привозим там до 15 процентов. 13-15, остальное мы отделяемся. Еще вопрос, пожалуйста. Вы говорили о защите с препаратами, что не получается. У нас их не получается. Как вы тогда у вас нуты у вас неэрганические получаются, Или вы стратегию применяете? Нет, у нас с того, у нас честно сказать, больших продаж пануту нет. Мы его сильно не позиционируем. Значит, у нас по нуту все, что остается, то наше. Ну, если нута можно получить, скажем так, 2 тонны 20 сеньгеров, то мы можем получить там 0,3 тонны. Не обрабатывая. Не обрабатывая, да, ничем. Он выращивается тоже по органической технологии. Но мы его мало неим, сразу скажу. Это не просто малые площади и малые урожайности. Друзья, я хочу сказать, что вот уже в этом году третий раз мы будем проводить День поля на базе биохутора Петровский. И если кому интересно, можете записать свой график рабочий. 15 июня мы встречаемся в Неклиновском районе в хуторе Петровском на базе биохутора Петровский. и смотрим поля. Можно будет увидеть, как там растет чечевица среди сурепки и прочего, потому что нельзя гербициды применять. Как затем переработка ведется, как из печи вынимают хлеб, можно увидеть цельнозерновой хлеб из пророщенного зерна, как курочки на свободе гуляют и яички золотые несут на органической пище и многие другие вещи. Сейчас развивает биохутор такое направление, как аграрный туризм. Туда ездят делегации посмотреть, увидеть, что такое здоровое питание, отведать этих продуктов. Они, кстати, продаются в торговых сетях. Я, например, моя семья пользуется в гипермаркет Магнит, там биохутор Петровский, хлеб исключительно вкусный, полезный. Это очень интересно.